Они стартовали в Москве, проехали в Воронеж и вот добрались до Ростова. Остановились, осмотрелись и назвали многие места в нашем регионе открытием. Такие, как, например, парк Лага. А еще их приятно удивили дороги. Мне очень понравилось, что инфраструктура трассы улучшается. Действительно, в Ростовской области, мы сейчас в Ростове находимся, улучшилось качество дороги существенно. То есть реконструкция дороги прошла и ездить комфортно, за рулем, в любую погоду. Много мест, питание, комфортные остановки. Так что очень положительные впечатления. Идея автопробега пространстве родилась, когда закрылись аэропорты, и многие россияне перенаправили маршруты своего отдыха на нашу страну. Появился тренд на автопутешествия. Так по пути, скажем, к морю можно еще и узнавать новые места. Организаторы пробега решили проехать от Москвы до Роза Хутор по трассе М4 Дон и на собственном опыте проверить, как можно такое путешествие организовать, где остановиться, перекусить, переночевать и что посмотреть. Стоит еще одна задача – задержать туристов в этих городах. Мы хотим показать, что путешествие – это не просто дорога и все. Можно запланировать немножко больше времени, провести 2-3 дня, ну пусть даже одну ночевку в городе по пути следования. Вчера мы были в Каменск-Сахтинском, в вашем парке Лага. Мы вообще даже предположительно могли, что такой парк вообще существует, и он такой… у меня нет слов правды, я даже не знаю, как сказать, но восторг полный. В каждом городе участники пробега, организаторы, журналисты и блогеры смотрят достопримечательности и встречаются с представителями турбизнеса и власти, чтобы составить рекомендации для автопутешественников. С Нового года мы уже фиксируем более трех миллионов туристов, вот из них 50% – это автопутешественники. То есть, несмотря ни на что, турпоток растет. Продвигать этот турпродукт, который мы называем автопутешествия по дороге на юг, нам помогают такие вот медиа-экспедиции, которые своими глазами смотрят, что у нас можно посетить, и, соответственно, потом рассказывают об этом нашим потенциальным туристам. В дороге на юг экспедиция проведет около шести дней, выкладывая все выводы и лайфхаки путешествия в социальных сетях под хэштегом «Едем на Роза Хутор». Марина Черных, Владимир Савилов, Первый, Ростовский.